Мур, привет друг, это Зверько. Еженедельная рубрика про обновления, а сегодня посмотрим небольшой патч 1.562, изменения которого, скорее всего, уже вступят в силу на следующей неделе. А еще, 19 марта выйдет стрелок Беатрис, стоимостью 32 тысячи БО или 599 алмазов. Беатрис это стрелок с четырьмя видами оружия, хотя, чует мое сердце, все придет к выбору двух оптимальных стволов и сборки для них. Хотя, может случиться и альтернативный билд, как случилось с Вейлом. Если ты не смотрел гайд, обязательно посмотри только чур внимательно, ссылка будет в описании. Скин на Холида полуночный скимитер, уже вышел 12 марта и стоит он 599 алмазов. Но кого они обманывают, это серб, а не скимитер. Вот скимитер. Аргусу оптимизировали цветовую гамму крыльев, однако мне все равно не нравится баклажану и цвет кожи. Впечатление, что это растение, а не падший ангел. А вот с его обликом рассвет все гораздо лучше. Для персонажей Эрудитио добавили бэкграунд, который мне сильно напоминает Замок Академии Волшебства из Героев Меча и Магии 5. С тестового сервера на время убрали глу, но изменения о нем известны. Пассивка. Увеличили замедление от каждого навешанного стака с 5% до 10%. Второй навык. Перезарядку усреднили. Было 12,9 секунд уменьшалось с уровнем навыка, теперь будет 10,5 секунд все время. Также немного расширили область навыка. Ульта. Частички глу наследуют больше здоровья, чем раньше. 25% вместо 20. Исправили бак ускорения. Разработчики считают, что с этими изменениями глу теперь больше шансов забраться на врага. Беатрис. Адаптировали иконки навыков. Базовое здоровье немного увеличили. Было 2490, будет 2550. Первый навык. Изменили время на смену оружия. Винтовка Реннер. Ульта. Прицельное расстояние увеличено на 10%. Дробовик Вескер. Уменьшили штраф при уроне в одну и ту же цель. Ульта. Снижена перезарядка. Было 80 и 60 секунд, будет 72 и 60 секунд. Матильда. Пассивка. Неожиданно увеличили урон заряженной атаки. Было 135, будет 160. Сильвана. Пассивка. Уменьшили базовый урон. Было 45, будет 25. Бартс. Пассивка. Увеличили бонус для заряженной атаки от максимального здоровья на полпроцента. Увеличили прирост здоровья с уровнем. Ульта. Увеличили перезарядку. Но чуть-чуть. Другие изменения. Исправлен баг с прибытием, когда открытие карты вызывало проблемы с обзором. Исправлен баг исцеления Гассена при ударе в башню. Хм, опять. Оптимизировали подбор для игроков ранга Воин, Элита и Мифик, что должно сократить время ожидания. Оптимизировали подбор команды в ранг, где будет учитываться ваша личная роль. То есть, если ты играешь на убийцах, то скорее всего тебе накидают профильного танка, стрелка и саппорта. Но, если честно, для меня это звучит как утопия. Так что я бы особо не рассчитывал, учись играть на двух-трех ролях. Это повысит твою полезность, универсальность и винрейт. Оптимизировали функцию высокой частоты кадров, которую теперь смогут применить еще больше мобильных устройств. Так что, если у тебя этой кнопки в настройках не было, возможно она появится после обновления. Постарались уменьшить количество значков системных и ивентовых уведомлений, чтобы уменьшить их повторения. И не задолбливать игрока. По поводу Кудашоп. Там пока ведутся работы по восстановлению платежной системы. Когда будет готово, я не знаю. Ну, а на этом все. Подписывайся на канал и жми лапкой в колокол. А также я читаю в комментарии. Получай удовольствие от игры и удачных боев, друг! Субтитры сделал DimaTorzok